Нарушения сна широко распространены и затрагивают значительный процент населения в целом. Широко распространено потребление пищевых добавок при жалобах на сон. В ходе опроса, проведенного в провинции Квебек с участием почти тысячи человек, 18-5% участников сообщили, что использовали натуральные продукты в качестве снотворных. Наиболее часто используемые экстракты растений при бессоннице – это валерьяна, ромашка и лаванда. В целом, отобранные исследования показали хорошее качество, однако многие исследования ограничены небольшим числом участников и в некоторых случаях неадекватным дизайном и редким использованием объективных измерений. В метаанализе использования лаванды при нарушениях сна часто используется широкий диапазон доз и типов препаратов. И большинство методов измерения открыты для интерпретации. Когда анализ выполняется с измерением переменных, часто не наблюдается значительного улучшения сна. Существуют предварительные и противоречивые данные о том, что валерьяна и лаванда являются возможными снотворными при легких проблемах, связанных с качеством сна, задержкой сна, общим временем сна и пробуждением после начала сна. Активность валерьяны в отношении нарушений сна связывает с присутствием изовалерьяновых кислот и валия патриатов в успокаивающем действии и ингибированием обратного захвата гамма-аминомасляной кислоты с седативным эффектом. Учитывая данные, представленные в литературе, валерьяны кажутся более эффективны при хронической бессоннице, чем при острых приступах. Основными компонентами препаратов лаванды являются линолил, ацетат и линолол. У мыши эти компоненты вызывали противосудорожное действие, подавление двигательной активности и успокаивающее действие. Было обнаружено немногочисленность или отсутствие научных данных, подтверждающих эффективность большинства продуктов, как снотворных, включая ромашку, хмель отдельно, боярышник, зверобой и розмарин. Примечательно, что один недавно опубликованный систематический обзор и метаанализ показали, что ромашка эффективна и безопасна для улучшения качества сна и генерализированных тревожных расстройств, но подчеркнули незначительный эффект при бессоннице. Также были предположены и испытаны в клинических испытаниях другие экстракты растений, к примеру, кава-кава, которая хорошо изучена и показала хорошие результаты в снижении тревожности и снотворных эффектов, но и из-за ее гипототоксического действия рецепт был запрещен. Кроме того, экстракты мака, пасифлоры и мелисы, если упомянуть наиболее популярные из них, были исследованы при нарушении сна, но пока данных недостаточно, чтобы оценить их влияние на эти расстройства. Во многих исследованиях проверялась эффективность комбинированного нефармакологического вмешательства, основанного на применении растительных экстрактов, и стандартизированной гиене сна у субъектов с легкой и умеренной бессонницей. Эта комбинация могла улучшить эффективность во многих исследованиях, в которых тестировался единственный растительный экстракт. В поддержку этой гипотезы было проведено исследование и продемонстрировано, что композиция из валерианы, пасифлоры и хмеля улучшает общее время сна, латентность сна, количество ночных пробуждений и индекс тяжести бессонницы. Более того, пилотное исследование, в котором тестировалось сочетание мелатонина, витамина В6 и различных растительных экстрактов, показало положительный результат в отношении качества сна, латентного периода засыпания и общей продолжительности сна. При лечении жалоб на сон используются как фармакологические, так и нефармакологические подходы. В последние годы наблюдается снижение использования седативных и снотворных препаратов для лечения этих состояний. С другой стороны, население и медицинское сообщество рассматривают пищевые добавки и другие нефармакологические подходы к лечению легкой и недавней бессоннице. Однако на сегодняшний день, как указывается в различных недавних систематических обзорах, необходимы более качественные исследования, чтобы подтвердить эффективность растительных экстрактов при нарушении сна, в частности при хронических состояниях и в сочетании с дополнительной и альтернативной медициной, например, такими как гигиена сна, психотерапия и легкий массаж.